Сучья война конец Великой Отечественной ознаменовался новым притоком заключенных в советские лагеря. В их числе были законники, которые воевали на фронте за СССР, но, вернувшись за решетку, они столкнулись с непониманием тех воров, кто на фронте не был. Последние считали, что по воровским понятиям участия в боевых действиях, это сделка с властью. На законников-фронтовиков начались гонения, их отказывались считать ворами, но те с таким положением дел соглашаться не хотели. На зонах все чаще вспыхивали местечковые конфликты, и власти, недовольны упрямыми и непокорными ворами, не приминули воспользоваться расколом в их рядах и поддержали гонимых. Так началось противостояние, вошедшее в историю криминального мира под названием Сучья война. Настоящие законники стали звать своих оппонентов, получивших господдержку, ворами разложенными, а чаще, просто суками. Почувствовав за собой силу, суки стали не просто стремительно давить противников, а еще и обращать воров старой школы в свои ряды. Делалось это через особые ритуалы, чтобы перейти к сукам, законнику было достаточно, к примеру, поцеловать лезвие ножа или ударить в колокол, ударить тяжелым предметом по заранее подготовленной рельсе. Воры разложенные не гнушались убивать противников, которых между собой называли баранами, ворам старой школы отрубали головы, жгл их током, резали ножами, а порой совали раскаленный лом в задний проход. Такие садистские приемы способствовали массовому притоку к сукам законников, которые не хотели в страшных муках расстаться с жизнью. Уже после окончания сучьей войны многие из переметнувшихся пытались вернуться к ворам старой школы, но приняты не были. Сучьевшиеся воры действовали не только там, где сидели сами, они устраивали так называемые трюмиловки, настоящие вояжи лагерных отрядов, состоящих из отпетых уголовников. Такие карательные отряды кочевали из зоны в зону, устраивали в каждый марафон и насилие заставляли воров переходить к сукам. Одним из самых известных таких отрядов стала бригада вора Васьки Пивоварова, который воевал в штрафбате, а затем стал своим человеком у НКВД. Главной целью его командировок была поддержка и демонстрация власти сук, которые к этому времени были в каждом лагере. В этих страшных условиях ворам старой школы пришлось изменить правила поведения, чтобы банально выжить. В их суровом кодексе появились исключения. К примеру, законники за решеткой получили возможность становиться руководителями группы парикмахерами. До этого на любую административную работу за решеткой у воров было строжайшее табу. Это позволяло ворам и кормиться, и обороняться, нередко ножницы, тайну несенной из лагерной цирюльни, служили оружием при нападении сук. Несмотря на эти уловки, к середине 50-х годов, когда сучья война закончилась, поголовье законников сильно сократилось, часть воров была убита, часть перешла к сукам. Но были и те, кто сумел залечь на дно, пережить резню и дождаться своего часа.